Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал The Get пришел следующий вопрос. Является ли разрешительная молитва священника гарантией прощения греха? Хороший вопрос, потому что и да, и нет. Если ты искренне раскаиваешься в том, о чем говоришь, просишь Божьей помощи и сил, чтобы впредь этого греха не совершать, если он повторяется. Если он уже не повторяется и никогда не повторится, то просишь, чтобы Бог дал силы и исцеление залечить нанесенные этим грехом душевные раны. То, конечно же, разрешительная молитва является гарантией прощения. Если тебе кажется, что все равно хочется еще раз раскаиваться, и еще раз, и еще раз, как многие женщины постоянно повторяют на исповеди грех аборта, спрашивают, что еще раз не каялись, нет, каялись, но все равно хочется еще раз и еще. Объясняешь, что это кощунственно по отношению к благодати, которую дает тебе Бог во время таинства исповеди. Бог тебя уже простил, то снова просить прощения не надо. Но поскольку рубцы остаются после этой травмы очень глубокие, то надо какую-то эпидемию понести. Допустим, помогать фондам помощи женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, пролайферским фондам, которые занимаются антиабортной деятельностью, помогать многодетным семям и, может быть, читать какое-то правило молитвенное. Есть не так давно Священный Синод благословил один канонический текст. И вот эти все безумные правила схемонахини Антонии выполняют себе канонический церковный текст. Если уж читать что-то не то, то пересмотрите к этому свое отношение. Даже если вам какой-то старчик благословили или монахиня в древнем монастыре. Многие тексты, которые читали мы в 90-х и нулевых годах, не проходят никакую проверку на догматическое соответствие вероучению православной церкви. Но возвращаемся к вопросу. Если ты искренне не раскаиваешься в том, что совершил, а просто, ну, я сейчас вот скажу, и по факту того, что я скажу, Бог меня простит. А дальше, как жила в блуде, в грехе, так и дальше буду жить. Меняться не собираюсь. То разрешительная молитва может быть произнесена, но не будет прощения, потому что не было покаяния. Таинство исповеди, таинство покаяния, оно предполагает твое внутреннее изменение. Буквально на русский переводится слово метаноя, как перемена ума. Если не происходит перемена ума, то сколько разрешительных молитв не читай, нету контакта твоей души с Богом, прощающим, исцеляющим, дарующим тебе жизнь и силы. Но если вы все еще после решения справить жизнь думаете, что разрешительной молитвы не хватило одной, надо еще снова-снова-снова приходить к этому таинству, то вы ошибаетесь. Вот она силу свою имела. Надо просто принести плоды покаяния. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok